Фильм Матильды Алексея Учителя вызвал настоящую бурю в обществе еще до его выхода в прокат. Попытки фальсификации российской и мировой истории, дискредитации, глумлений и клеветана одних из самых почитаемых святых нашей церкви, царя-страстотерпца Николая II и членов его семьи. В этом и не только обвиняли создатели фильма. Как следствие, многие общественные и религиозные организации пытались добиться запрета его показа на территории нашей страны. Однако, как и было запланировано, Матильда вышла на большие экраны 26 октября. Отметил бы кто-нибудь выход этого фильма, если бы не шумиха, поднятая вокруг него, сказать сейчас сложно. Теперь же на его просмотр идут хотя бы для того, чтобы понять, имеют ли все эти обвинения под собой основу. Одним из первых этот фильм увидел доктор исторических наук Петр Акульшин по долгу службы, как он сам нам признался. Фильм его не впечатлил ни в художественном плане, ни в историческом. С точками истории. Там, в общем, кроме того, что был Николай II, у него была, ну, как сказать, ну, любовница, называют так, речи с именами. Мадемуазель Кшесинская, она, поскольку была незамужней, она в эмиграцию вышла, уже замуж-то, он появляется, один великий князь, вот за него. Он был помадше ее. Что была ходынка, коронация Александра Федоровна и катастрофа Царского пояса до своего времени, всего больше ничего там достоянного нет. Слабый сценарий, слабая режиссерская работа, несоответствие фактам истории – вот заключение после просмотра Матильды «Доктора исторических наук». Однако ничего, что могло бы затронуть чувств верующих, по словам Петра Владимировича, он не заметил. А ведь именно на это не раз делался акцент в обсуждениях Матильды. Мы решили узнать мнение православного священника, который принимал участие в дискуссии по поводу того, какой должна быть реакция православной общественности на этот фильм. В первую очередь отец Дмитрий отметил, что к году столетия революции было бы логично подготовить серьезные фильмы, аналитические, о том страшном времени, которые заставили бы общество задуматься о прошлом и не допустить подобного в будущем. А в итоге мы видим фильм, который весьма поверхностно судит о фигуре последнего русского императора. Но что касается оскорбления чувств верующих, с точки зрения отца Дмитрия вне рамок уголовного права оно, несомненно, присутствует. Еще раз хочу сказать, что портрет государя, который там представлен, он очень искаженный портрет. Исторически он искажен. Это, несомненно, в угоду художественному вымыслу. В какой-то мере, наверное, допустимо, но в данном случае я считаю, что это недопустимо. Государь – это великий святой. И более того, еще раз подчеркну, что человек, который очень жестоко пострадал, он и его семья. Вот хотя бы даже это, наверное, заставляет нас в целом уважительно относиться к его фигуре. Который, конечно, человек, который очень благородно себя повел в таких обстоятельствах, семья, глядя на лица которой, мы понимаем, что это не лица, а лики. Понимаете? Поэтому я считаю, что действительно можно обидеться. Но, понимаете, святые для нас – это как… это священные образы. Возможно, понять это светскому человеку непросто. Вот как раз для того, чтобы узнать реакцию на фильм «Простых рязанцев», мы отправились в один из кинотеатров нашего города. Сеанс только закончился, и люди с удовольствием делились с нами своими впечатлениями. Фильм очень хороший, очень-очень замечательный фильм. Нам очень понравился. Все очень красиво, все это, ну вот пока впечатление, пока, знаете, такое вот, вот очень все хорошо. Смешанные чувства какие-то, значит, фильмы смешанные. Ну так фильм интересный, но просто, ну такое ощущение, как будто очень много все-таки из истории переврали. Хоть это и художественный фильм, но все равно какое-то, ну не очень приятное чувство. Я не понимаю, почему его нужно было закрывать, не показывать. Ничего в этом нет такого зазорного. Он с артисты на сцене обнаженный. Это наша история. Знаете, у меня переполняет чувство. Фильм такой красочный, богатый, красивый. Артисты подобраны. Очень здорово. Я очень довольна. Смотреть Матильду или не смотреть, это решит каждый сам для себя. И хорошо будет, если после просмотра фильма у зрителей появится желание узнать больше о нашей истории. Только тогда они поймут, что по сути своей фильм не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле на рубеже веков.